Доброго дня всем! У нас опять тема непростых разговоров. Ну, какая-то я радостная, улыбающаяся. Поэтому, наверное, для меня это всё уже не настолько непросто и сложно, потому что я знаю ответ на то, как жить, не обижаясь, и как реагировать на критику. Вот это у нас тема будет с сегодняшних бесед, разговоров. Это только мой личный опыт. Не знаю, пригодится он вам или нет, но ни о чём другом, кроме личного опыта, я и не могу говорить. Это было бы несправедливо какие-то общие истинные зарекать. Я только могу говорить о том, к чему я пришла в течение своей жизни и как научилась с этим жить, проглатывать и не давиться этими обидами и прочим. Наверное, с них и начнём, с обид. Главное, в обидах для себя я вынесла одно. Они очень связаны с другим словом, тоже на букву О, с ожиданием. Если у нас есть какие-то ожидания от человека, от ситуации, и они не исполняются, мы можем обижаться. Например, мы ожидаем, что подруги нас будут все вспомнят и поздравят день рождения. Но кто-то забыл, кто-то был занят, кто-то не поздравил. И всё, и ты можешь обидеться. Либо не обидеться, потому что ты относишься спокойно к этим ожиданиям. То есть понимаешь, что всякое может быть. Точно так же родители к детям, например, растят и надеются, что вот в них вложено столько силы, что они должны потом хоть как-то напомогать или общаться, по крайней мере, или быть благодарны. И вот это слово «должен», когда ты сам себе придумал, что кто-то что-то тебе за что-то должен, потом вызывает, естественно, обиды, если происходит всё не так, как ты ожидал. Наверное, очень важно в какой-то момент для себя понять, хотя это сложно, что никто тебе ничего не должен, и что ты в этом мире всё-таки одинок, и рассчитывать нужно только на себя. И тогда обижаться просто не на кого и не на что. Когда ты знаешь, что если кто-то вспомнит и что-то для тебя сделает, это замечательно, хорошо, и ты будешь радоваться. Но если этого не произойдёт, ты не будешь обижаться, потому что, в принципе, оно так и могло быть. Правильно ли это? Неправильно. Тут, конечно, судить сложно, но это очень помогает не вызывать к жизни вот эти всякие обиды, обиды. А как мы знаем, по всяким эзотерическим умным книгам, любая обида, долго перевариваемая, или наоборот, можно сказать, неперевариваемая, вызывает какие-то потом чуть ли не раковые болезни. Ну, это спорно, это, конечно, тем не менее, любая обида, конечно, это негатив. А негатив, если он долгое время живёт у тебя в организме, он что-нибудь найдёт, где пробить, какое-то слабое место, и обязательно всё равно это как-то на тебе скажется потом. Вот такое у меня отношение к обидам, такое понимание обид, потому что я как знак рачка считается, что это очень такой именно чувствительный к критике, к обидам знак. Ну, наверное, так оно и есть, да, потому что по молодости лет, наверное, я гораздо чаще обижалась, потому что тоже ждала, что вот будет что-то так, оно получалось не так, надеялась, что там на работе, если ты кого-то подменяешь, то потом при необходимости этот человек подменит тебя, например, если нужно, а он этого не делает, всё, обида на всю оставшуюся жизнь. Ну и просто очень много жизненных ситуаций, когда действительно это с вами были какие-то ожидания, не оправдались, и с любимыми людьми, когда они говорили, что я там с тобой буду до конца жизни, вот, и этого хватало ровно на 3-4 года. Ну, всякие такие вещи, на которые можно было бы обижаться, если не понимать именно того, что не нужно ни от кого ничего ждать. Это сложно принять такую ситуацию, но когда ты её полностью принимаешь, становится намного в этом плане легче жить. И никто тебе ничего не должен в этой жизни. Да, это немножко звучит грустно, но, наверное, так оно и есть на самом деле. Что же касается критики? С критикой тут ещё сложнее, потому что вроде как будто бы, опять же, близкие люди, когда критикуют совсем чужой человек, ты можешь как бы развернуться и сказать, я вообще тебя там знать не знаю, слушать не желаю, до свидания. Но когда это делает кто-то близкий, как будто бы понимаешь, что вроде бы так легко же ты его не отодвинешь от себя. И тут стоит разобраться, насколько эта критика доброжелательна. То есть если она доброжелательна, то, наверное, её даже критикой сложно будет назвать. Это будет, может быть, какой-то добрый, участливый совет, очень мягкий. И тогда это ещё можно как-то попытаться понять, принять. Мы хотя сами, в общем-то, знаем про все свои недостатки, про все свои какие-то моменты, слабости. И поэтому я думаю, что, конечно, эта чужая критика, она нам именно, может быть, так задевает, потому что мы как будто бы сами всё это про себя знаем, но просто не можем решить эту какую-то свою там проблему. И, конечно, когда нам кто-то на неё указывает, приятного в этом мало. Но есть и такая критика, вот именно которая как будто бы и доброжелательный совет замаскированная, но явно человеку хочется как-то тебя немножко почему-то укусить. Это очень часто наблюдается у блогеров, естественно. Но не будем брать таких откровенных троллей, которые там напишут, и там старая дура, или ещё что-нибудь такое. А кто напишет, ой, вы мне так нравитесь, я вас так люблю, я вас так смотрю, но... И далее следует какая-то такая критика, которая, ты понимаешь, что человек уже накипело, ему хочется тебе всё это высказать, но он боится, что ты его забанишь. Ну и, в общем, да, я таких тоже быстренько баню, потому что понимаю, что... Что это критика? Ненужная, потому что я сама знаю все свои недостатки, выслушивать этого не хочется. Конечно, у нас вроде бы как сейчас такое очень демократичное тут свободное общество, и можно сказать, что каждый имеет право высказать всё, что он хочет другому. Но не забывайте, что у палки есть всегда два конца. Кто-то может высказать, а кто-то не захочет этого слушать. И это тоже свобода, свобода слова и свобода выслушать. Поэтому, если у вас есть ситуация, что кто-то вам пытается так откровенно что-то навязывать, какое-то своё мнение, именно мотивируя тем, что вот, имею право... Вы точно так же можете сказать, что имею право этого всего не слушать. Не хочу, не хочу портить отношения, не хочу думать потом негативно о себе, о тебе, что ты мне это сказал, поэтому, пожалуйста, прекращай это. Либо тогда уже давай не общаться. Да, это сложно, особенно если это близкие люди. Это непросто, но научитесь говорить «нет» иногда. Иногда нужно говорить «да», иногда нужно уметь сказать «нет». Особенно если у вас есть этот момент заниженной самооценки какой-то или какого-то чувства бесконечного вины. Я думаю, что это в детстве, у кого родители постоянно говорили, а что скажут соседи, а что скажет то, а вот где-то навешивали на нас вот это чувство вины, какое-то за своё поведение, вообще за всё, за что только можно, за то, что мы живём и дышим, то, конечно, людям с такой программой, наверное, очень сложно сказать «нет» и сказать, что я не хочу этого слушать, и я и сам знаю там всё, что мне нужно знать. Но попробуйте, сделайте это хоть один раз, скажите. Это будет сложно, но это даст вам ощущение потом внутренней действительно свободы, какого-то внутреннего прорыва. И да, жизнь непростая, сложная штука, и мы все тут учимся как-то в общении друг с другом. Но одно дело доброжелательное общение и доброжелательные советы, и другое дело желание через эту критику как-то задеть, оскорбить и возвыситься. Потому что мне кажется, что когда человек говорит, что вы-то там, например, что-то так не делаешь, он сразу предполагает, что я-то так не сделаю, я-то вот выше этого, я вот, скажем, весь такой умный, хороший, замечательный, а вот ты недостаточно. Поэтому вот я тебя сейчас покритикую и этим возвысюсь над тобой. Вот где-то у меня критика всегда ассоциируется с этим, что человек пытается сам себя немножко убедить, что он-то лучше на самом деле. Он бы так не сделал, например бы. Вот такие у меня рассуждения на эту тему жизненные, взятые из жизни, из всего моего опыта общения с людьми, которые позволяют мне выбрать для себя правильный путь и находиться, как правило, все-таки в хорошем настроении, без обид на людей и вообще без тех людей, которые несут в себе что-то негативное. Я их просто из своей жизни убираю. Потому что сколько той жизни осталось. И хочется на самом деле, когда будешь уходить, вот там говорят, что ты уходишь из жизни, ты видишь перед собой кадры отматывающейся такой киноленты в обратную сторону, все самые знаковые, самые такие события, ты просто смотришь фильмы своей жизни. Вот хотелось бы увидеть хороший, добрый фильм, а не какой-то фильм-ужасник, фильм-драма, может быть, фильм, немножко ироничную комедию, немножко что-то просто хорошее, романтичное, потому что любые воспоминания, любые впечатления, они действительно накапливаются, и ты ходишь как некая большая батарейка либо с зарядом плюс, либо с зарядом минус, поэтому, наверное, стоит об этом помнить все-таки иногда, чтобы нести в этот мир, ну, по возможности, позитивное, а не свои переживания по поводу вот таких различных обид, критики и прочего. Вот такие мои небольшие советы. Не критикую никого, кто поступает иначе в жизни и кто строит свою жизнь по другим законам, потому что мы все очень-очень разные, но, может быть, кому-то и пригодится, может быть, кому-то поможет справиться со своими какими-то сложностями, со своими обидами, со своей невозможностью противостоять критике. И тогда я буду только рада, что я смогла кому-то в этом помочь. Всего хорошего. Пока-пока. До следующих наших болталок. Если будут какие-то еще темы, подкидывайте. Будем стараться обо всем поговорить, хотя... Хотя, если вам это интересно. Пока.